Здравствуйте! Сегодня мы соберем лилию Кусудаму, которую вы видели в превью данного ролика. Она симпатична, она из бумаги и она сделана с помощью этого набора. Давайте посмотрим, что у нас на коробке. Итак, лилия, цветочный шар из модели Орегами, возраст 10+. Диаметр 15 см, название Кусудам. Этот шарик состоит из 16 модулей. Фирмы Клевер. Вот такая мы получим в итоге, и вы это видели. Это инструкция, которая на обороте. На других сторонах, в принципе, никакой информации нет, но ведь стороны очень узкие, туда много чего не поместишь. Также в наборе не только есть цветы, которые в данном наборе представлены, Кусудам имеется в виду, но еще есть вот такая, вот такая и вот такая, которая у нас уже есть. Итак, давайте откроем коробочку, посмотрим, что внутри и начнем изготавливать наш цветочный шарик. Фирма Клевер отличается тем, что у нее все наборы в пакетиках. Мы достаем из коробочки пакетик. В пакетике у нас двусторонний скотч, 5 полосок. Толщина скотч примерно 5 мм, длина не знаю какая, но какая-то. Вот, есть одна штука. Нитка, на которую крепится шар, на которой он висит. Есть большие заготовки для Кусудамы. Есть черно-белый лист и цветной лист. Цветная двусторонняя печать, толщина обыкновенная. Складываться будет легко. Кладем это вот сюда. Так, есть инструкция, напечатана на бумаге. Не от четвертого какого-то формата. И еще напоминаем, что инструкция есть с другой стороны коробки. Но мы вернемся к ней позже. Положим инструкцию к инструкции. И есть еще вот столько бумаги. Односторонняя печать. Здесь тоже 80 грамм, то есть обыкновенная, даже может поменьше, плотность. И здесь на бумаге начерчены, прочерчены полосы сгиба. И написано Кусудама, лилия, цветок, клевер и все такое. И еще есть тоже черно-белый лист. Называется он тренировочный лист. Кусудама, лилия, цветок. Могу предположить, что вот это тренировочный лист крепления. Так и написано. И, прочитав все наши, вся информация, которая есть в коробке, я вам сказала, осталось получать информацию из инструкции. Здесь идет правило конструирования из бумаги. Ознакомьтесь с правилом конструирования. Сначала потренируйтесь вкладывать цветок из черно-белого листочка. А затем уже цветные. Для вырезания деталей используйте ножницы с закругленными концами. Вырезайте детали снизу, наверх, справа, налево, от края к центру. Поворачивайте деталь для удобства вырезания. Тут все так написано. Складывайте фигурки оригами на плоской поверхности, хорошо прогибая линию сгиба от центра линии к краям. Ок. А вы можете использовать клей вместо тонкого скотча. Вместо вот этого можно использовать клей, которого нет в комплекте, но который есть в закромах у каждой мастерицы. Азбуковая оригами. Так, серенькая лицевая, белая оборотная, согнуть, согнуть. В общем, если приобретете такой набор и будете собирать, то прочитайте и все эти стрелочки, полосочки, квадратики вам будут понятны. А мы сейчас начнем тренироваться. Делать лилию в технике оригами на тренировочном листе. Для этого мы убираем зеленые листы, мы убираем розовые листы, мы убираем двусторонний скотч и нитку, кладем перед собой инструкцию и начинаем. Я читать не буду, а буду просто показывать. Читать это не про нас. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот тренировочный цветок лилии у нас получился. Когда он будет в цвете и сделан из вот такой вот красивой распечатки, он будет намного симпатичнее. Что могу сказать? Схема достаточно понятная, оригинальная. Ну, наличие полосочек для сложения позволяет прям сразу очень быстро ориентироваться, куда что согнуть, разогнуть и выгнуть. И сейчас моя задача сделать 16 таких цветочков. Вот у меня есть заготовки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. У меня их ровно 16 и нету права на ошибку. Так что сейчас я сотворю кое-какую хендмейтскую магию, а именно я сделаю вот так вот ручкой, закрою объектив, а когда ручку уберу, тут будут готовы 16 готовых вот таких вот модулей, сделанных согласно инструкции вот этом и потренированных на тренировочном листе, который выглядит теперь вот так вот. Итак, волшебная хендмейтская магия. Вот случилась хендмейдерская магия. И 16 маленьких квадратиков у нас превратились вот в такие вот заготовки. Мало того, магия случилась с отскоком, как обычно, и вместо четырех листьев зеленых у меня уже есть три заготовки. И как я их сделала, сейчас покажу вам на последний, на четвертый. Для того, чтобы сделать листик, нужно сложить вот этот вот зеленый лист бумаги, имеющийся в комплекте, по следующей схеме. Уберем красоту в сторону, складываем пополам. Складываем, ой, не пополам, прошу прощения. Складываем по диагонали. Складываем пополам. Хорошо. Главное проглаживать углы с сгибы, чтобы было потом удобно резать. Снова складываем пополам. В общем, формируем такую вот снежинку. Проглаживаем и последний раз складываем пополам. Вот такая заготовка, треугольник у нас получился. И вот здесь, вы видите, есть листик со сплошной линией. Вот он. И сейчас моя задача его вырезать. Вырезаем. Убираем в сторону. Разворачиваем нашу заготовку чешелистника для лилий. Получается у нас вот такая вот звездочка. И на каждом лучике этой звездочки есть маленькая риска. Белая. Вот она. И вот от края листика до этой риски мы прорезаем. И тем самым формируем наш чешелистник. Следующим этапом, согласно нашей инструкции, будет служить придание формы заготовкам, которые вот эти. А как мы будем придавать им форму? Сейчас дорежем и покажу. Еще два листика. Еще немного терпения. Вот. У нас осталось вот так. И вот наша заготовка готова. Вот у меня таких четыре штуки. При этом здесь нарисованы полоски для крепления двойного, двустороннего скотча, который был в комплекте. Это мы оставляем для доформирования непосредственно самого топиария. И сейчас приступаем к тому замечательному моменту, когда нужно из вот этих вот ровных треугольных ромбиков, треугольничков и ромбиков, сделать лили. Для этого нам нужно выгнуть наши лепестки, которые высокие. Особенно у основания. Это написано в инструкции, я это цитирую. Выгибаю наши лепестки. Как получается? С помощью пальцев, с помощью ножниц, с помощью скалки, с помощью чего хотите. Главное распрямить. И вот такая вот заготовка, на которой мы тренировались, у нас превращается вот в такую вот лилию, у которой посередине есть замечательные тычиночки, есть лепестки. И вот так она выглядит сбоку. Так сверху, так снизу. И сейчас то же самое я буду повторять для оставшихся заготовок лилий. То есть делать из них вот такие вот цветочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, мы приклеили на все наши заготовки скотч. И все это прописано на обороте нашей коробочки, в которой был набор. После того, как мы приклеили, нужно снять защитную пленку с одной пары полосок скотча и наклеить ребром один цветок модуль вдоль надписи. А затем приклеить еще три цветка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь у меня снят уже. Здесь у меня снимается... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимается... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сюда мы приклеиваем нашу модуль цветки с одной стороны, вдоль надписи. Одна надпись, вторая надпись, третья и четвертая. Вот такая вот заготовка у нас получилась. Следующим этапом нужно соединить цветки скрепками. Достаем канцелярские скрепки. У меня они есть. И начинаем скреплять цветочки. Мы скрепляем вот эти два цветочка лепестками. Вот эти два цветочка лепестками. Вот эти два цветочка лепестками. А последний четвертый цветочек мы соединяем в двух местах. Вот в этих двух, то есть формируем круг. И вот так вот. Вот такая вот заготовочка у нас получилась. То есть у нас сейчас образован круг и два цветочка по диагонали закреплены между собой. Читаем дальше. И я так понимаю, что нужно в какой-то был период времени оторвать защитные скотчи от второй половинки. И она приклеивается к пальцам. И закрепить вокруг всех цветочков. Так как я не сделала этого самого начала, соответственно, я разъединяю первые и четвертые цветочки. И завершу сей процесс. Это не займет много времени. Но оно есть. Так. С двух сторон. С двух сторон. Так. Окрепляю. И отлепляю. И отлепляю. Все цветочки у меня отлепились. И я начинаю все заново. Один цветочек. Второй цветочек. Третий цветочек. И четвертый цветочек. Теперь, соединяя цветки между собой, я буду заклеивать их на второй кусок скотча. Зацепляю лепестки. Зацепляю лепестки. Зацепляю лепестки. Зацепляю лепестки. Зацепляю лепестки У последнего Цветочка из круга Вот так вот И два цветочка Закрепляю между собой Тот скотч Который у меня остался Внутренне доклеенным Я просто прижимаю К нашим цветочкам Вот так Вот так Вот так И вот так Вот такой вот Четвертина тапиария У нас готова По той же схеме Мне нужно изготовить Оставшиеся Три четвертины Три четвертины Да, все правильно Три четвертины 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 Итак, четыре Четыре наши заготовки Для тапиария Готовы Теперь надо Соединить Тапиарии Между собой Надо соединить Два тапиария В полусферу И потом две эти полусферы соединить в сферу Для того, чтобы это сделать, нам нужно на наши две четвертиночки наклеить двусторонний скотч длиной 3 сантиметра Приклеиваем их на зеленые заготовки И приглаживаем Хотя конструкция довольно-таки воздушная, но пригладить можно Берем одну полоску с одной стороны и одна полоска с другой стороны И то же самое делаем еще с одним произвольным куском тапиаря, который на четвертинка И склеиваем их между собой Причем склеивать я буду скотч крест-накрест Чтобы было крепче Один скотч Второй скотч Напоминаю, что вы можете использовать клей Отрываем полосочки Отрываем полосочки защитного слоя со второй заготовочки И склеиваем их И вот у нас получилась половинка тапиаря Теперь то же самое я делаю со второй заготовкой-половинкой Добавляю 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 со второй заготовки-половинкой Вот такой вот шар у нас сейчас получился Такой лилии, цветочки, листочки и прочее Нашим последним этапом будет соединить лепестки лилий Между собой маленькими кусочками скотча Которые есть в комплекте И вот все у нас готово Субтитры подогнал «Симон»!